Оператор точно так же, как и спойлер гоночной машины, были на волоске от столкновения. В Аргентине лётчик в последний момент успел взлететь над рыбацкой лодкой. Остаётся надеяться, что он контролировал ситуацию и предвидел этот момент. В одном из турецких городов камеры видеонаблюдения сняли, как колесо автомобиля влетело в аптеку через открытые двери и задело двух посетителей. По словам очевидцев, оно просто отлетело от движущейся по дороге машины. К счастью, серьёзно никто не пострадал. На одной из заправок в США неизвестные попытались угнать Мерседес, пока его хозяйка наполняла бак. Преступник выскочил из машины и резко двинулся к немецкому автомобилю. Но не тут-то было. Женщина успела оперативно среагировать и резко запрыгнула в салон. Воры сразу же отступили. Лыжник, который всю дистанцию шёл в аутсайдерах, на финише стал первым из-за синхронной потери равновесия своих соперников. Интересно, как судья при таком хитросплетении рук, ног и лыж определял, кто пришёл вторым, третьим и четвёртым? В купюру, конечно, он не попал, однако сказать, что промахнулся, тоже нельзя. Чаще всего при мысли об опасностях проездов по узким лесным и горным дорожкам в голову приходят разве что технические проблемы или, например, возможное столкновение с камнями и деревьями. Однако нельзя забывать и про местную фауну. Этот гид решил развлечь свою группу рискованным представлением. Медленно отступая от крокодила назад и дразня его при этом куском мяса, мужчина неожиданно увяз выли, погрузившись в грязь по колено. Для других этот жуткий сценарий, возможно, закончился бы трагически. Но мужчина, сохраняя спокойствие, вытащил ногу и продолжал отступать от хищника. Работая с бензопилой, всегда нужно быть на чеку. Туристы, находившиеся в нескольких машинах, издалека заметили парочку зверей, расположившихся посреди дороги. Царь зверей, видимо, хотел привлечь внимание самки. Для этого он сделал быстрый и резкий выпад в сторону ближайшего автомобиля. Хорошо, что его стекло оказалось закрытым. Автомобилист даже не подозревал, что движется в его сторону. В провинции Таиланда под названием Пхукет проходят так называемые змеиные шоу для туристов и посетителей. На очередном таком показательном выступлении дрессировщик слегка замешкался и упустил кобру. Та уже начала выползать к зрителям. Однако мужчина в последний момент успел оттащить змею обратно. На пляже во Флориде один из отдыхающих решил показать, насколько он хорош в акробатике. Если бы не вставший на его пути молодой человек, все могло бы закончиться печально. В следующий раз он будет смотреть под ноги. Невозмутимости этого мужчины остается только позавидовать. Водитель, видимо, уснул за рулем или потерял управление. И лишь каким-то чудом фура с ним не перевернулась. В Южной Каролине мужчина оказался максимально близко к разряду молнии. К счастью, прохожий не пострадал и отделался лишь сильным испугом. Девушка решила покормить водоплавающих черепах хлебом. Она была настолько расслаблена и погружена в процесс. И совсем не ожидала, что ее напугает голодный варан, который притаился неподалеку от берега и ждал подходящего момента для нападения. Оказавшись этот автомобилист на метр дальше, страшно представить, какими могли бы быть последствия. Так повести может только раз в жизни. Ноги крепче стали. Рабочий избежал серьезных травм после того, как лестница опрокинулась вместе с ним на землю. Когда мужчина приземлился на обе ноги, он даже не подал виду, что ему больно. Инструктор отправилась на спуск по канатной дорожке. Пройдя большую часть, девушка расслабилась, ожидая успешного окончания пути. Но внезапно выскочивший из пруда аллигатор заставил ее порядком понервничать. Здесь же профессиональный канатоходец Джош Бодуан сознательно решился на опасный трюк, в ходе которого... Оказывается, в этом аттракционе бывали и победители. После удара бейсболиста его бита выскользнула из рук и на огромной скорости полетела в сторону трибун. Весь стадион смотрел, как она приближается к сидящему ребенку. Если бы не моментальная реакция родителя, кто знает, чем бы это кончилось? Друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Также рекомендую подписаться на наш второй канал «Вдохновение и мотивация». Там вы с нами вдохновитесь и замотивируетесь. Ссылка в описании. На этом все и до новых встреч!